Требования и практические советы. Какие-то вещи будут повторяться. Повторение, мать, учение. Не думайте, что вы это все знаете. Важно, чтобы если какой-то момент, даже хотя бы одну вещь вы запомните из того, что мы здесь сегодня сказали, и потом после этого, если у вас будет желание, вы просмотрите, я думаю, что самое главное, чтобы вы нашли какие-то ответы на свои вопросы по игре, по принятию решения. Может быть, какие-то вещи вы слышали, посмотрели презентацию, и у вас по-другому все открылось. Сразу немножко коснемся вещей для нашего общего развития. Ты никогда не поднимешься наверх, если будешь подсчитывать свои риски и не действовать. Что значит? Судья должен рисковать. Если я знаю, если я умею, я должен рисковать. Система механики ломается, если судья не работают в своей зонах ответственности. То есть у каждого из нас, помните фундаментальные эти зоны, которые в цвете вырезаны. Потом вот зоны ответственности, когда игра уходит в пунктире, когда игра уходит от меня, я сопровождаю игру, вижу. Или зоны обоюдной ответственности. Вот это очень важно. Система ломается, если судья начинают принимать решения не в своих зонах. Вот эта дисциплина, дисциплина и персональная ответственность очень важные показатели для судейства, для использования механики. Расположение судей. Мы посмотрели, базовое, продвинутое, посмотрите, вот эти пунктиры, мы смотрим, мы работаем в своих зонах, но если у нас, посмотрите, ведущий судья, у него зона пунктиров немножко выходит к центральному и к ведомому. Он имеет мнение по какому-то эпизоду для принятия решения. Это как бы кросс-коллы, то, что мы будем обращаться еще, правильные, неправильные, и будем принимать решения. Требование ко всем судям. Быть открытым к игре, широкий обзор под 45 градусов к игровому эпизоду. Вспомните про фишечки, когда я говорил там 78%, 89%. Самое важное, вы готовы сегодня судить правильно? Под давлением. Когда на вас придет, и кто-то будет кричать, когда вы сделаете одну или две или три ошибки, или ваши коллеги какое-то неточное решение сделают, или вы что-то пропустили, и самое главное, что чаще всего встречается, суете хорошо, но не последовательно. Брать эпизод из контекста, вырывать клипы, решение правильное. Смотришь всю игру, нет последовательности, постоянства принятия решения. Кросс-степ. Шаг на противопоход движению игрока. Для чего кросс-степ делается? Уменьшить время на закрытый обзор. Если я вижу номер игрока на спине, нападение, номер игрока, большие буквы, фамилию, надо смещаться. Надо смещаться. Кросс-кол. Свисток на противоположную сторону от судьи. Центральный подведомого, центральный подведущего. Мы не говорим правильный, неправильный. Работа в своих зонах. Желательно, если есть там нарушение или фол, дать свисток, но с паузой. С паузой. А теперь даже в первичной зоне ответственности, если я предугадываю, гадаю, даю свисток, момент совершения контакта, это всегда свистки реактивны. На реакцию. Посмотрите, судья открытки громого эпизода, имеет широкий обзор, находится под углом 45 градусов. Посмотрите, спокойно, посмотрите плечи, контроль защитника, судейство, защиты, поиск пространства между игроками, судейство нападения. Кросс-степ, посмотрите, левая фотография, игрок идет вправо, судья делает шаг влево. Или вот девушка-судья. Игра идет в боковой, судья делает шаг в площадку. Кросс-степы мы с вами говорили. Ведущий судья, игра идет под кольцо, ведущий судья, раньше мы смещались к кольцу, сейчас мы делаем полшага. Не надо делать три шага, четыре. Не надо делать рваные шаги, рваные, резкие шаги. Это ваша реакция на то, что вы что-то уже пропустили. Шаг, полшага, дроп-степ, то есть вот эти термины. У кого вопросы, пишите, будем объяснять. Дросс-шаг за лицевую линию. Кросс-степ от центрального, посмотрите, проходит под кольцо, ведущий, центральный судья, шаг, полшага делает вверх, чтобы судить защиту, искать пространство между игроками и судить игрока на падение. Включите, пожалуйста, клип кросс-степ от центрального судья. Посмотрите, у нас центральный судья, вот сейчас ближе к нам, ближе к нам, идет игра, сейчас будет игра, у центрального судьи, мяч переходит к центральному, оп, вот эти шаги, они, может быть, резкие, но судья поменял свою позицию, судья поменял свою позицию. Давайте еще раз посмотрим. Центральный стоит, видите, игра к центральному пришла, он корректирует позицию, должен в большинстве случаев быть на площадке. Теперь мяч идет игроку номер 8, смотрите, и судья перемещается, наверх поднимается, поднимается наверх, оценивает игровую ситуацию. Хорошо. Давайте дальше поднимем. Этот клип, пожалуйста, включите. Мы говорим здесь тоже про центрального судью, про центрального судью, и сейчас мы смотрим, что центральный судья не делает вот этот кросс-степ, это возле окон будет судья стоять. Посмотрите, возле окон, и когда будет проход, нет, нет, этот клип. Нет, нет, следующий, перед этим, да. Да, вот смотрите, проход будет, посмотрите, и центральный остался, видите, судья на лицевой, ведущий дает, а ситуация, которая была, хорошо бы ее бы увидел, еще раз, и остановите, пожалуйста, когда будет контакт, проход, и будет контакт. Стоп, вот здесь, вот в этой ситуации, посмотрите, если бы центральный сделал бы шаг в площадку, шаг в площадку, да, то мы бы хорошо бы это все увидели, и центральный судья бы увидел вот эту блокировку этого черного защитника. Давайте следующее. А, это кросс-кол, да, это будет следующее, следующее. Так, давайте презентацию включаем. Теперь мы говорим по поводу вот кросс-кола, то, что мы говорили перед этим. Многие моменты, многие моменты хорошо видны, мы говорили еще раз, ведущему арбитру, если проход идет, и идет подстраховка от, с трехсекундной зоны, от зоны ответственности ведущего арбитра. Все, что идет сбоку или сзади в зоне ответственности центрального, первичная ответственность центрального судьи. Это очень важный момент, вы должны понимать. Ведущий имеет право дать свисток на противоположную сторону, если он четко видит контакт и имеет открытый обзорный эпизод. Все остальное у нас получается, за это отвечает центральный судья. Так, давайте посмотрим два клипа подряд, будет кросс-колы. да, ага, хорошо. Еще сначала, если можно, я... Можно еще раз? Посмотрите, игра будет идти от центрального судьи на стороне на стороне центрального судьи и происходит, и происходит фолл. Происходит фолл. Вот. Его хорошо контролирует, этот контакт контролирует центральный судья. и ведущий с противоположной стороны фиксирует нарушение, фиксирует фолл. Все на... И вы даже посмотрите, судья центральный, он стоит какой позиции, соответственно, недовольный, что под него там дается свисток, потому что у центрального была вся игра. Давайте следующий клип посмотрим, тоже кросс-кол. Так же происходит... С самого начала, пожалуйста. Так же происходит и в судействии, и на важных соревнованиях фибовских. Посмотрите, ведущий судья на лицевой линии, эмоциональный, что-то входит в игру, кого-то превентивно дергается, посмотрите, рваная. Оп! Принимает свисток, но в противоположную сторону, где стоит центральный судья у нас. Посмотрите, что у нас видно? Зеленый кружок, ничего там не было, вообще касаний не было, полностью вертикаль, и судья принимает решение неправильно. Судья принимает неправильное решение. Хорошо, давайте дальше идем. Опа! Презентация. Так. Сейчас, секунду. Так. Открытый обзор, open look от ведущего арбитра. Мы берем ведущего арбитра, посмотрите на фотографии. Он не стоит под кольцом, он стоит в своей базовой позиции на лицевой линии, между трехочковой линией трехсекундной зоны. Посмотрите, куда он смотрит. Оценивает игру защитника, номер 7 синего, ищет пространство между игроками, контакт есть допустимый, и никакого решения нет, и видит нападающего с мячом. Вот это идеальная позиция для судейства ведущего арбита. Это наш судья, Сергей Михайлов, судья Фиба. Посмотрите, четкая позиция, нет никакой нервозности в мимике, в жестах. Теперь мы берем по ротации, то, что мы с вами говорили, у вас были вопросы, мы говорим, когда нет ротации. Быстрый бросок со стороны центрального судья, быстрый паз под кольцо и бросок, нет ротации, быстрый проход кольцу со стороны центрального судья, и менее чем 5 секунд на атаку, на таймере для броска. Теперь мы с вами опять, если мы берем по рекомендациям, посмотрите, слабая сторона, где центральный судья, сильная сторона, где двое судей. В большинстве случаев на сильной стороне, где двое судей, должен быть мяч, то есть все время должна идти смещение и ротация. Теперь мы берем рекомендации для ведущего судей, каждую позицию. Начальная позиция, лицевая и трехочковая линия, стационарно, посмотрите, выделена красным, открыт к игровому эпизоду. Стационарно, это первая позиция в индивидуальной судейской технике, дистанция и стейшн, стационарно. Широкий обзор под углом 45 градусов к игре. Посмотрите, ведущий судья на лицевой линии, у него мяча нет, активная пара, две пары под кольцом, посмотрите, два игрока синей команды борются с двумя игроками в белой форме. И судья ведущий, взгляд базовой позиции, под кольцом он смотрит. Ведущий судья, правая диаграмма, открытый обзор к игре. Ведущий судья, посмотрите, оценка защиты, поиск пространства между игроками, он ищет пространство, и нападение. Посмотрите, до трехсекундной зоны, сколько еще места. Судья стоит в базе, и куда он смотрит. Ведущий судья, начальная позиция, зависит от местонахождения мяча, когда он в передовой зоне. Мяч на сильной стороне, то есть на стороне, где ведомый и ведущий, стандартная позиция, база. Мяч на слабой, сразу клоуздаун. Клоуздаун – это не точка. Клоуздаун – это позиция от пересечения линии подбора трехсекундной зоны до края счета. Клоуздаун – смещение прижимания ведущего к ограниченной зоне. Посмотрите, клоуздаун. Мяч был у ведомого, видите, такой светлый мяч, перешел на топ, наверх, трехочковой линии, ведущий сразу же клоуздаун. Теперь мы смотрим ситуацию ведущего. Мы эту диаграмму смотрели. При переходе из столовой в передовую зону мяч на сильной стороне. Посмотрите, где ведомый, где ведущий. И ведущий бежит в базу. Не в клоуздаун, а в базу. Вот на правой диаграмме позиция ведущего в клоуздауне неправильная. Мяч на сильной стороне, где стоит ведомый и ведущий. Он должен быть, как на левой диаграмме, в базе. Ведущий судья. Положение мяча. Его положение определяется положением мяча. Ведущий должен быть на лицевой линии шаг за линией. То есть остановка двумя шагами за лицевой линией. То есть мы бежим в максимальный спринт. Раз-два разворот. Когда мяч переходит в центральную линию, ведущий должен быть на лицевой. Не останавливаться для судейства эпизода под счетом. Под счетом мертвая зона, дед зон мы должны проходить. или в ротацию, или возвращаемся обратно. Помните, как я говорил судья mirror the ball, то есть зеркало мяча. То есть все время смещаться, где есть мяч. Спринт из ведомого в новую позицию ведущего. Не отворачивать головой от игры, контролировать игровой момент через левое плечо. я вам рассказывал, что какие можно для себя взять позиции для того, чтобы четко смотреть через левое плечо. Если я в толовой зоне, подобрала новая команда, я бегу в новую передовую зону, в новую свою позицию ведущего арбитра, но я четко должен увидеть, что таймер для броска включился в толовой зоне. То есть я через левое плечо включился, я четко могу оценить, что я контролировал за игрой. Или, как на одном из семинаров инструкторов сказали, из ведомого контролировать три круга. Круг линии штрафного броска в толовой зоне, центральный круг и в передовой зоне. То есть через левое плечо я смотрю. Не останавливаться для судейства непосредственно по щитам. Нерабочая зона. Посмотрите, позиция базисная, я с этой позиции в этой зоне ничего не видно, у меня щит и кольцо. Ведущий судья ротация. Всегда знать и искать причину для ротации, а не искать причину ее не делать. Ротация начинается, когда мяч перешел центральную линию на сторону центрального, сразу клостдаун и ведомый перешел в передовую зону. То есть вся тройка готова к ротации. Фаза ротации клостдаун, прижимание, потом быстрым шагом прохождения и контроля ограниченной зоны. Scan the paint. Я контролирую трехсекундную зону, как ведущий орбитер. Шагом. Остановка в базовой позиции, разворот туловища или корпуса тела и готовность судить игру около мяча на новой сильной стороне. Ведущий закончил ротацию. Центральный, старый, переходит в позицию нового ведомого и тогда ротация закончилась. Во время ротации центральный должен дождаться окончания ведущего и не покидать раньше времени позиции обзора за эпизодом. Во время ротации ведущий контроль за трехсекундной зоной оперативно заканчивает ротацию, значит разгрузить центрального судью с игрой ниже линии штрафного броска. То есть, для чего мы смещаемся? Там есть активные пары, есть мяч, и там должно быть двое судей. и ведущий судья уметь использовать технику клостдаун. Это помогает в ротации, базируется на расположении мяча в передовой зоне. Мяч на слабой стороне, я в клостдауне. К счету мяч вернулся, я в базу вернулся. Мяч пошел туда, захожу до края счета, даже иду под кольцо, и мяч возвращается. Я возвращаюсь обратно. Мяч остался у центрального, я иду к центральному судье, и принимаю игру. Смотрите, если, да, Егор, попробуйте запустить этот клип, если получится. Мяч во второй зоне прижимания к клостдаун. Мяч на слабой стороне, одну-две секунды пауза и ротация. Егор, запусти, пожалуйста, этот клип, связанный с ротацией. Мы берем ведущего арбитра. Мяч сейчас... Окей, если нет, его хорошо. Я его запускаю... Смысл такой, посмотрите, мяч находится в топе, судья стоит в клостдауне. Судья стоит в клостдауне. Я попробую, может быть, его запустить, если получится. Не буду, чтобы не сбилась у нас презентация. Ведущий судья, также ведущий судья и контролирует подбор. У ведущего судьи для контроля сильная сторона подбора, потому что у него маленькая территория для контроля, но она очень активная, потому что там происходят все противодействия. Все игроки идут под кольцо, и там должен быть ведущий судья с той стороны, где находится мяч. Ведущий ответственный за подбор на сильной стороне. Он должен определить активных игроков или пары игроков раньше предполагаемого подбора. Посмотрите, эта диаграмма взята из презентации судей Америки. Что здесь важно? Зоны подбора, контроль. Номер один зона, сильная сторона и контролирует ведущий судья. Посмотрите, с лицевой линии. Она может быть больше. Это не значит, что это прямоугольник. Он может быть больше. От кольца до, грубо говоря, трехсекундной зоны, до конца трехочковой линии подняться вверх. Вторая зона это слабая сторона. Номер два это у центрального. Она тоже может быть больше. Все написано абсолютно схематично. Вы можете ее увеличить в зависимости от игры. И третье это периметр подбора. Периметр подбора, куда валится мяч. Ясно, что он валится в большинстве случаев не под самое кольцо. Он может упасть на трехочковую линию и, соответственно, там нужно будет работать. Ведущий что ведущий делает? Контроль уровня и степени контакта в позиции ниже линии штрафного броска. При переходе ведущий судья сует игру с поворотом головы через плечо и сует игру соответственно максимальное количество игроков и мяч в своей зоне. Если можно вот этот клип включи пожалуйста Егор. Мы здесь посмотрим игру в трехсекундной зоне саму борьбу. Я думаю что здесь будет интересно посмотреть потому что здесь будет противоборство и игра будет без мяча за позицию. Там будет игра в трехсекундной зоне и самое главное грубую игру не допустить и не пропустить вот эти вот эти моменты. Мяч на сильной стороне будет выбрасываться из аута и судья ведущий должен принимать пару игроков вне линии штрафного броска и судить активного защитника. Что у нас там? окей смотрим игра ниже линии штрафного броска посмотрите уже пошли контакты и судья уже фиксирует какие-то ответные действия не имея посмотрите раз два три четыре и только потом приходит решение посмотрите раз второй контакт пятнадцатый третий четвертый контакт и только потом приходит решение вот эти моменты судья должен судья должен фиксировать и не пропускать это 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 важно ведущий судья исключить свистки на дальнюю сторону центральному то есть если нет необходимости центральный судья справится сам у него есть своя зона большая он контролирует игру без мяча если есть мяч и проход или бросок он контролирует эту игру соответственно кросс-колы если смотрите очень хорошее выражение хотел бы что допустим наши опытные ребята молодые которые многие вещи эти знают смотрите логика рассуждения если ведущему необходимо смотреть на противоположную сторону нужна ротация причина для ротации мяч на противоположной стороне ведущий туда постоянно смотрит делайте ротацию делайте ротацию ведущий судья контроль быстрого прорыва вместе с центральным степень контакта бросковых фолов не стоять на лицевой линии перемещаться в зависимости от перемещения мяча зеркала мяча держать игру в трехсекундной зоне чистой и под контролем смотрите хорошее выражение агрессивная игра допустима разрешена допустима грязная нет вот нужно разделить грязь от агрессии так этот клип мы смотрели то же самое вот этот судья зеркала мяча не буду повторять его запускать судья на лицевой линии на лицевой линии он идет в клостдаун мяч в топе потом мяч переходит к центральному судья и судья начинает делать ротацию и мяч возвращается и судья на лицевой линии ведущий возвращается на сторону где был ведомый судья он не делает ротацию перемещаться в зависимости от перемещения мяча теперь мы говорим про степень контакта бросковых фолов может быть вы слышали пару терминов скажу я думаю что это будет для вас понятно и технология может быть техника судейства степень контакта посмотрите что судья сто процентов смотрит на нападающего оценивают защитника сможет ли он накрыть и видит пространство между игроками есть такой термин для того чтобы судить нападающего с мячом при броске мы судим вверх мы судим приземление и если все нормально мы судим подбор есть такой термин up down rebound up вверх мы судим down это приземление на площадку когда защитник приземлился и нападающий чтобы у нас не было protect the shooter защита бросающего игрока чтобы не было полов и если все нормально чисто ведущий судья под кольцом перемещается на подбор и терминология UDR up down rebound ведущий судья сует игру без мяча когда мяч находится выше линии штрафного броска мяч находится у ведомого игру без мяча в трехсекундной зоне принимать мяч и пару игроков когда мяч ниже линии штрафного броска помните что сразу за линией штрафного броска часть зоны ведомого арбитра потому что у ведущего метр от линии штрафа но ведущий должен готов принимать мяч и пару игроков для чего знать историю контакта знать где будет защитник искать пространство между игроками и нападающего если можно включить пожалуйста этот клип мы посмотрим здесь как бы не с лучшей стороны момент ведущего арбитра почему потому что ведущий вот в этой ситуации он остался перешел на сторону центрального судьи он стал соответственно сильный и на сильной стороне и остался в клостдаун посмотрите и будет игровой момент он там стоит хотя должен быть в базе это неправильная позиция у ведущего арбитра потом идет игра идет игра какой-то фолл его фиксирует судья центральный на противоположную сторону почему потому что ведущий был не в самой лучшей позиции ведущий должен быть на лицевой линии между трехочковой зоной и трехсекундной зоной посмотрите вот он перешел еще дальше отойти еще дальше посмотрите курсором я веду мяч на сильной стороне дальше дальше еще и вот сейчас игра будет спускаться вниз вот если бы он стоял подальше он бы спокойно мог бы увидеть контакты вот с этой позиции четко бы оценил что делает игрок номер 8 приходит свисток от центрального судей если он приходит с паузой решение совершенно правильное давайте давайте дальше пойдем так теперь мы берем ведущего арбитра при брасне из лицевой ведомой дублируют жесть включения игровых часов мы это говорили также warning whistle то есть предупредительный свисток при брасне из лицевой линии в передовой зоне если ведущий перед подачей мяча игроку должен дать предупредительный свисток после этого свистка нет замены и тайм-аута то есть мы оставляем мяч в передовой зоне смотрите допустим было какое-то нарушение и команда нападения продолжает играть в этой же зоне в браслении из лицевой ведущий посмотрел на партнеров на секретарский стол проверил перед тем как отдать мяч бросающему игроку дает свисток и отдает ему мяч вот мы это мы это говорили но просто еще раз вам говорю умейте делать передачу мяча отскоком от пола можно отдать из рук в руки но должна быть дистанция и рекомендую делать отскоком от пола включение часов ведомый дублирует в браслении посмотрите из углов площадки ведущий судья стоит ближе к кольцу если это происходит от трехочковой линии до трехочковой линии ведущий судья стоит ближе к боковой линии посмотрите пожалуйста ведущий ближе к боковой из края площадки ближе к боковой из угла площадки выбрасывает посмотрите теперь левый снимок лицевая линия ведущий судья стоит ближе к кольцу вот пожалуйста тоже выбрасывание из лицевой линии прямо практически возле трехсекундной зоны ведущий судья стоит ближе ближе к боковой линии берем центрального судьба центрально судью продолжение линии штрафного броска стационарно открыт к эпизоду широко под углом 45 градусов параллельно боковой линии держать туловище открытых максимальному количеству игроков не забудьте когда я вам говорил по поводу если мяч находится выше линии штрафного броска центральный стоит открыт параллельно боковой линии если мяч падает в трехсекундную зону вниз а тем более даже проходит от от вас грубо говоря в обоюдной зоне вот тогда мы делаем широкий обзор и под 45 градусов если вверху на трех очковой линии мы работаем параллельно опускается мяч мы разворачиваем корпус посмотрите красный выйдет стационарно стационарно открытый к эпизоду широко к игре под 45 градусов но то что мы говорим если вниз мяч соответственно центральный судья открыт мяч вверху если мяч вверху на трех очковой линии и какая-то игра у вас происходит как только вы разворачиваете корпус под 45 вы немножко периферическим зрением обрезаете свой угол где находится мяч вот пожалуйста вот эта позиция центрального судьи если мяч находится в топе я бы немножко судью развернул оставил специально эту диаграмму разговаривал со многими инструктор инструкторами комиссарами кто обучает они говорят и в этой ситуации мяч находится здесь можно судью поставить параллельно боковой линии вот посмотрите центральная судья стоит у него идет заслон номер 15 ставят ноги стоят шире цилиндра шире цилиндра если есть контакт кто отвечает отвечает кто ставит заслон контакта нет ситуация и свистка начальное расположение рабочий центральная ротация при ротации центральный ждет пока ведущий займет под позицию и затем переходит позицию ведомого у центрального активная пара игроков потому что там мяч к нему и он должен смотреть до конца эпизод момент вот этой игры один на один до конца этот эпизод и очень хорошая фраза лучше иметь два центральных чем два ведомых в одном игровом эпизоде вот этот включите пожалуйста это 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 видео правильное решение неправильная механика центральный не ждет пока ведущий займет позицию смотрим игра будет на противоположном кольце на противоположном кольце и я попрошу егор тебя остановить видео когда центральный на противоположной стороне примет решение он по он будет не дождется цен ведущего вот можно стоп вот здесь пожалуйста верните когда судья центрально принимают посмотрите ведущий идет можно повторить еще раз ведущий идет в ротацию центральный дождись дождись оцени оценить стоп еще очень немножко оп стоп еще немножко можно и стоп вот здесь центрально принимает решение бывший центральный он не дождался эпизода если бы он стоял на продолжении линии штрафного броска вот здесь где я курсором навожу он бы четко видел и принял бы абсолютно правильное решение потому что он смотрел ведущий перешел на сторону верните пожалуйста еще раз если можно на на говорим ведущий перешел на сторону центрального судьи где был мяч где был мяч потому что нужно ротация смотрите об у здесь центральный ждет вот видите куда центральный пошел вот здесь разворачивать плечи не надо останьтесь на месте центрального пускай будет два центрального один который пошел в ротацию поздно уже поздно а этот центральный остался бы с разворотом и контролируя потому что проблема будет здесь вот эта пара 2 ст 2 она только может пойти через полсекунды на бросок дальше пожалуйста и остановимся когда будет фолл стоп и вот мы словили strike 7 игроков в одну линию и судья принимает решение фолл правильно там фолл был в этот и мы этот клей смотрели и согласились с ним что фолл был но позиция нового ведомого она она неправильная он должен он начал занимать ее рано рано ведущий пошел правильно ведомый пошел с опозданием а центральный пошел в нового ведомого сопережение графика вот и поэтому происходит такая ситуация вот такой если она у вас загрузилась вы можете этот клип посмотреть он у вас будет в рассылке при переходе нового центрального быть спереди меча посмотрите очень часто логика моих моих рассуждений я имел вопросы со многими со своими коллегами кого ведомый и центральный и ведущий и суди должны судить сколько фолов в игре мы даем 35 45 кто больше всех совершает фолов защитник если мы будем бежать сзади меча сзади меча они сбоку или на линии меча то мы не увидим что делает защитник мы будем только видеть игрока нападение со спины будем видеть его номер и не будем видеть что делается перед ним как защитник это атакуют поэтому рекомендовано нет не обгонять никто никого не заставляет обгонять быть сбоку но видеть где находится мяч видеть где находится мяч и что делает защитник если я не вижу что делает защитник я только наугад буду фиксировать центральный должен перемещаться от продолжения линии штрафного броска с положением туловища параллельно боковой линии кроме ситуации когда там мы делаем просто вот если можно включите пожалуйста этот кадр видите шестнадцатый год не просто вы увидите эпизод когда судья центральный бежит и контролирует игровой эпизод он фиксирует там нарушение без разницы мы не нарушение смотрим мы смотрим как он перемещается вот это ускорение что он идет на посмотрите виду центральный обгоняй даже немножко впереди ведь занял позицию остановился и принимает решение если можно еще раз повторите четырнадцатый год я просто клип такой у меня нашел это клип был по старой пробежке вот смотрите обгоняет обгоняет на линии мяча останавливается и принимает решение хорошо спасибо мы идем дальше оппозиция работы центрального суде понятно линия штрафного броска до противоположной линии штрафного броска мы уже говорили с вами кросс степ мы с вами тоже говорили что такое кросс степ еще раз повторю сократить время на закрытый обзор лучше определение не придумаешь то есть я делаю шаг на противоход чтобы видеть пространство между нападающими защитниками давайте вот эти клипы там на работе пару клипов кросс степу центрального судей посмотрим этот клип один к один клип запустите пожалуйста егор если может не не первый а второй клип наверное вот этот который будет в иркутске не следующий если можно посмотрите центральный судья к нему мяч об вот этот шаг шаг кто-то может сказать степ-ин что-то еще но вот этот шаг на противоход на противоход если можно еще раз запустите игра падает к судье центральному вправо к боковой линии и судья подымается в площадку 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 и своей базы видите он центральный поднялся вверх вот еще раз посмотрите 1 2 и оценивают защиту а если сама начала клипа поставьте когда он будет его базовая позиция если он будет в базе посмотрите вот он сейчас занимает вот видите где он на продолжение линии штрафного броска и сейчас остановите пожалуйста вот в этой позиции на продолжение линии штрафного броска он бы увидел что делает защитник нет потому что он не видит что защитник . контакта и всего еще раз посмотреть стоя в базе не сделав вот этот шаг в площадку центральный судья не увидел бы что такое решение и многие вещи делал бы наугад хорошо дальше идем центральный судья пока ведущий не перешел пересечении лицевой линии и подбора при штрафных бросках не начинать ротацию голову по центрального повернута к мячу при перемещении со старого ци увы старый центр переходите новый центр повернута к мячу при перемещении то есть вы тоже смотрите через левое плечо или параллельно бежите контролируйте теперь мы смотрим про ротацию посмотрите ведущий судья перешел на противоположную сторону нашел зашел в базовую позицию базовая позиция центральный ждет ведомый становится центральным фиксирует игру без мяча и только следующей позиции центральный центральный подымается и соответственно заканчивает ротацию подбор мяча центральный судья контролирует слабую сторону подбора то что мы говорили это квадрат номер два он может быть больше он может быть до трехочковой линии даже больше просто вы должны понимать расположение если вы располагаетесь правильно вы берете свой квадрат вы не лезете квадрат номер один если вы центральный судья и квадрат номер три и тем более что если например от ведомого судьи происходит бросок вы должны понимать как центральный судья что вы берете все что вверху все что подходит на периметре подбора у ведомого при броске от ведомого вы помогаете с помощью с контролем давайте запустим вот этот клип центральный судья контроль подбора посмотрите центральный судья смотрит не на мяч участок будет перемещаться ведомые ведущий контролируют игру будет бросок центрального судью смотрим и ситуация будет полукруги где не фиксируются полы нападения посмотреть центральный будет бросок центральный смотрит за игрой за игрой бросок будет смотрим под кольцо активная пара у центрального судьи от центрального судьи так наверно если можно еще раз еще раз запустить этот клип потому что мы не увидели активную пару центральный судья возле скамейки команды идет бросок по корзине немножко зависает у меня но так еще я не вижу у меня бросок посмотрите номер 7 вот номер 21 отталкивает игрока под кольцом то есть понимаете что вот что вот момент броска момент видите под кольцом номер 21 толчок и центральный контролирует эту пару эту пару вид этот толчок и принимает решение ведущий тоже вид ведущий тоже вид хорошо так давайте дальше пойдем следующий тут ситуация под кольцом у центрального судьи и центральный принимает решение если ну давайте я думаю что давайте попробуем еще раз у меня почему-то так подвисает вот номер три кулагин отталкивает номер 13 отталкивает спину номер 13 посмотрите вот здесь на подборе и и судья принимает решение окей давайте дальше пойдем при двойном свистке когда игра и мяч на слабой стороне центральный отвечает за принятие решения после визуальной связи с партнером то есть если двойной свисток на стороне центрального за него отвечает центральный соответственно он должен как бы и фиксировать несоблюдение правил визуальная связь всегда необходима то есть отдайте свисток нужному арбитру ближайшему где было несоблюдение зоны ответственности мы с вами это проговаривали центральная фиксация центральным и ведомым количество очков забиты командами это мы говорим механику два или три очка мы должны показывать взять и мы не должны показывать это столу поворотом головы и и и и в поиске глаз секретаря но два или три очка мы фиксируем активная работа на протяжении игры центрального центральный ключ тройной механики он видит проходы под кольцо и толчки при подборах простой пример у нас процент попадания 35 45 45 это вообще космос поэтому 55 60 процентов бросков у нас неудачны 100 атак совершает команды за игру представляете что 60 атак мы должны уметь судить центральный контроль игры выше уровня кольца помеха попаданию помеха мячу нужно знать мы говорили помеха мячу все что не связано с мячом удар по щиту вибрация кольца захват за сетку вибрация фермы когда мяч находится на кольце контакте и помехами попаданию когда я сбиваю мяч нисходящий или мяч коснулся щита опускающийся контроль выполнения штрафных бросков центральный контролирует линию бросающего игрока чтобы не нарушил полет мяча если мяч не попал включение часов и таймера для броска противоположную сторону подбора контроль игрового времени таймера для броска технология контроля времени рассказывал уже на на предыдущих лекциях каждая новая атака судья ведомый и центральный должен контролировать две последние цифры секунд например 545 выбросили мяч и время не пошло таймер для броска 19 секунд прошло 55 секунд остановка 5 секунд отматываю 540 19 секунд ближайшее место выбрасывали другие технологии допустим в в американских лигах там студенческих и там g лиги nba у них контроль добр раз до ввода мяча до ввода мяча остановка игры полностью цифра там 545 запуск 443 остановили и новый контроль обязательно контролирует секунды так хорошо центральный судья судить игру без мяча ограниченная зона заслоны входы развороты по заслонам у нас будет большая презентация контроль заслонов кто за что отвечает переходы игроков большая тема помогать ведущему и ведомому при прессинге если мяч столовой зоне и там две-три пары центральный никогда не переходит передовую зону в толовой зоне остается и помогает игре при прессинге всегда центральный нужен не бегите раньше времени передовую зону для того чтобы занять свою базу если есть прессинг есть две или три пары всегда будьте готовы и мяч находится в толовой не проблема если вы придете вместе с мячом поднимать и судить игру защите для всех трех позиций центральный ведущий и ведомый после забитого мяча быть толовой зоне пока мяч не вброшен или нет ни одного из защитника тоже хорошая подсказка мяч выбрасывается я перемещаюсь новую позицию или есть то есть нет ни одного защитника я перемещаюсь новую позицию центральный ситуация драки на сильной стороне у вас лучший обзор вы помогаете с принятием решения кто виновник контакта часто это может помочь кто виновник и комиссар и секретарский стол всегда использую всю информацию часто у центрального хороший обзор и он видит перемещение с мячом правила перемещение то есть может оценить была пробежка или нет если он знает историю историю движения старт развитие и финиш sdf контроль слабой стороны проходу корзине дальше пойдем не буду тут эти клипы не столь актуально центральный судья помощь при игровых ситуациях когда ведущий не может определить был контакт правильный или неправильный или чрезмерно то есть если идет проход к ведущему судье и ведущий не может определить контакт был неправильный или степень компакта чрезмерно везде помощь нужна помощь через паузу паузу и центральный то что мы говорили фундаментальной механики первой лекции если мяч уходит в лицевую со стороны центрального судьи будьте готовы оказать помощь ведущему орбиту ведомый центральный оба помощь при трехочковой броске попытку трехочкового броска отвечает ближайший ведомый или центральный попытка если попытка удачная оба судьи переглядываются и фиксируют удачную попытку поднятыми три пальца вверх большой указательный и средний и соответственно визуальная кооперация должна быть помощь при попытке броска в окончании периода или игры или нарушение отчета таймера для броска то есть мы за бросок оба двое судей отвечают помеха попаданию помеха мячу мы это уже говорили контроль слабой стороны и периметра подбора то есть вот когда мяч валится на площадку ведомый центральный должны быть готовы и соответственно где замена происходит ближе или к центральному или к ведомому орбиту контролировать зону замены ведомый центральный визуальная связь при передаче игроков с мячом в своих зонах помните чекин чек аут заслон мяч вверху ставится заслон и мяч под ведомого идет в центру центральный берет игрока с мячом уведомого есть информация о постановке заслона трех очковом попадании заслонах в обоюдных зонах воды мяча в игру то есть все это это все идет под контролем что что можно использовать голос невербальную коммуникацию жесты визуальная связь всевозможные сигналы все проговаривается через предыгровую беседу любые взгляд глазами можно кучу информации передать жестами официальными много информации передать включая голос теперь все должно быть через голос если нарушение аута мы не показываем что аут что пересечение аута мы останавливаем игру голос аут белые играют все проговариваем или ведомый судья начальная позиция посмотрите позади сбоку от мяча не сзади а позади то есть вы как бы слегка я вижу что делает защитник не обгоняясь мяч открытый обзор под 45 градусов ведомый ему видно все ведомый широкий обзор возможность видеть то что партнеры не могут у ведомого больше всей информации принимает решение судья где происходит активное действие нарушения но ведомый имеет мнение по многим эпизодам он сверху сверху окей позиция ведомого судей посмотрите ведомый стоит выше выше трехочковой линии открытый обзор под 45 посмотрите вот здесь центральная линия видна смотрите ведомый арбитр видит что делает защитник ведомый арбитр сбоку позади сбоку позади видите бежит судья игрок с мячом впереди ротация при ротации с центра ведомого центр представьте ротация центр заканчивается и переход это заканчивая ротация после центра центр переходят ведомый и центр должен ждать пока ведущий не взял пару игроков мяч и не занял правильную позицию то есть центр переходит в нового ведомого самый последний даже может быть такая ситуация что будет два центра на долю секунды на секунду отсудить игровой момент на мяче и на активной паре во время броска ведомый 12 шага к кольцу для судейства борьбы за подбор контроль периметра не 5 назад то есть я называю это эффект присутствия для чего вы не ближе к кольцу вы оставляете голову с глазами для контроля что будет на подборе очень важно это эффект вот этот термин эффект присутствия а к кольцу и вы контролируете игровую вы остаетесь или термин там английский stay with the play то есть идет бросок и я остаюсь с игрой не прячусь назад в новую свою позицию не нужно судить подбор переход с ведомого в центр глаза двигаются за шагами а не за мячом если я ведомый перехожу в центр вот я был ведомый и перехожу в центр мяч уже на другой стороне у нового центра он контролирует мяч а я перехожу я отвечаю за игру без мяча за игроками за заслонность задать задержки ведомый судья ротация ведомый передовой зоне видеть пространство между крайней пары помните я вам говорил что не будет проблем судействе если каждый из трех судей будет судить ближайшего активного защитник при ротации ведомый судья начинает двигаться вместе с ведущим помните как в одной в одной связке ведущий пошел к лосс даун ведомый готов ведущий пошел ротацию ведомый переходит центрального посмотрите ведомый с ведущим переходит в рот поделают ротацию центральный ждет и потом центральный ее за ждет а потом заканчивают ведомый ведомый сверху предвидит попытки с игры помните мы говорили в одной из лекций что сегодняшняя все атаки завершаются из краски трехсекундной зоны большой процент и вторая линия броска это трех очкова линия тех очкова линия отвечает со слабой стороны центральный с сильной стороны ведомый ведомый предвидит попытку броска цена цена броска варку адаптировать позицию для судейства что значит адаптировать судейство защитника контролировать руку бросающего от локтя до кисти точка контакта point of contact и оси я от локтя до кисти часто мы смотрим на мяч а контакт происходит с локтем или немножечко выше цена броска два или три бросок до приземления оставаться с игровым моментом stay with the play svp судить подбор периметра подбора ведомого периметра больше всего у него падают мячи дальние отскоки не отворачиваться от игры смотри через плечо при переходе посмотрите попытка трех очкового судья четко оценивает попытку броска ведомый судья жест на попытку трех очкового в своей зоне ответственности попытка если у центрального центральный показывает контроль прохода из его зоны к ведущему уже значит соответственно зону ведущего вот не будем показывать понятно все и соответственно если что-то происходит ведомый имеет мнение он видит что было как как защитник кто проиграл позицию или как он встречает своего нападающего в зоне ответственности ведомого когда вся игра происходит под кольцо у ведомого есть информация правильно делать это сделать защитник или нет если необходимо быть готов помощь мы не говорим что нужно помогать но быть готовым если вы уверены на сто процентов ваше решение нужно действие надо помогать ведущий помощь когда идет проход корзине и ведущий не может определить неправильный контакт давайте может этот клип эффект присутствие возьмем посмотрим можно запустить егор запусти пожалуйста иногда мы видим нарушение которое может произойти вот и сейчас будет атака в другую сторону и будет контакт из-за которого кто-то потеряет мяч опу здесь и посмотреть стоп а сна и посмотрите как судья близко идет кочегу борьбы может быть может быть чересчур близко но никто не может ничего тренер даже возмущается на какую на кого-то из судей но он ничего не скажет этому арбитру потому что арбитр был на месте на месте фала на месте неправильного контакта ли он оценил что-то full 1 и принимает решение хорошая коммуникация может быть жест эмоциональный эмоциональный но вопрос такой что если есть неправильный контакт нужно быть там быстрее хорошо поехали дальше ведомый судья теперь мы поговорим такой термин степ-ин тоже рекомендация есть три позиции сты степ-ин он понимаете что степ-ин что кросс степ это адаптация позиции для лучшего обзора степ-ин есть три вещи для того чтобы степ-ин сделать три момента ведомый судья представили бросок из угла площадки на стороне на стороне судьи один шаг площадку для контроля броска не стоять возле боковой шаг площадку для контроля броска и защитника руки-ног если я ведомый судья и на сильной стороне у меня с ведущим идет активная борьба трехсекундной зоне там и идет там чтобы помочь ведущему один шаг ограничен к трехочковой линии один шаг степ-ин я вошел вошел в игру и если игрок с мячом и защитник находится непосредственно моей точке то есть я делаю шаг в площадку я не я не могу в своей позиции четко все увидеть но я делаю шаг площадку для того чтобы четко увидеть что происходит в моей позиции куда пришли нападающий с мячом вот три позиции и контроль игроков до трехочковой линии при обо всех этих ситуациях пока давайте сейчас если запустим я пока скажу посмотрите ведомый центральный сейчас перед тем как запустить это видео штрафные броски посмотрите центральный судья стоит немножко далековато не на пересечении линии штрафного броска с трехочковой линии и теперь мелочи в игре не бывает мелочи приводит к очень большим решениям и вот из одного момента что пропустили штрафной бросок покажи покажите пожалуйста этот клип пять наруши пять нарушений которые были приняты не совсем правильно судья центральный контролирует бросающего противоположную сторону подбора полет мяча и ближайшая пара вот на линии штрафа они раз сцепились два три и пошла драка пошла драка если мы вернем верните пожалуйста самого начала за не запускайте а ставьте пожалуйста стоп кадр вот за этот момент посмотрите за игроков за трехочковой линии отвечает ведомый судья написано в механике но если у нас стоит номер 7 и номер вот этот синий игрок которую я курсором навожу они стоят вот и центрального судей периферически если я стал бы в базе на линию продолжение линии штрафного образка столь секунд трехочковой линии я бы мог предвидеть что будет от отойдя к боковой линии я себя увожу от эпицентра и потом происходит соответственно такие решения что пропускают и там в общем не тех людей наказали давайте давайте еще раз посмотрим чтобы вы как бы видели вот сейчас подойти к линии и можно было предвидеть или какое-то решение дать вот судья отвернулся 23 и пошла драка видите наш на секунду на секунду нельзя оставлять мы не говорим что это плохо или хорошо мы говорим что нужно контролировать все мы не имеем права оставлять бесконтрольно игроков на площадке не имеем ведомый судья не допускать чтобы два судьи контролирует бросок то что мы говорим 3 1 например трех очковый бросок у третьего судьи 8 игроков подбор подбор с периметра то что мы говорили судить точку контакта видите пи оси point of contact с рукой при броске от локтя до кисти при приземлении бросающих фиксировать контакт если он чрезмерный и очевидно контроль таймера для броска игрового времени но 8 секунд не отчитывать это как бы технология мы знаем если там меньше только 24 секунды конца четверти в любом случае мы берем всегда для это в индикатор у нас таймер для броска когда мяч уведомил он контролирует мяч и игру возле него ведомый мяч перешел к ведущему граница передачи линии штрафного броска ведомых контроль игры без мяча когда мяч в углу трех очковой линии смотрите кто-то начинает смотреть какие-то матчи nba у них когда мяч в углу площадки и бросок трех очковой линии в нб и контролируют ведущий судья фиба и мы так работаем ведущий судья контролируют от трех очковой линии трехсекундной зоне и трехсекундную зону все что дальние броски сильной стороны действий дом и контролируют ведомый арбитр но я прошу вас при бросках с трех очковой линии из угла на сильной стороне здесь ведущий и ведомый вы ведущий судья должен иметь информацию бросок происходит цену броска он не должен судить это не его первичная зона ответственности этот бросок но он должен понимать что игрок с мячом который получает мяч он может начать ведение под кольцо уже будет у ведущего он может сделать передачу игра будет трехсекундной зоне уже у ведущего то есть вы должны понимать помимо броска с трех очковой линии есть и проход и передача и ведение все позиции мы завершаем нашу большую часть двое судей как можно больше даже чаще должны быть на стороне мяча вот это ответ на вопрос который был от вас все судьи имеют право фиксировать нарушение правила трехсекунд зависимости где находится мяч и игрок который нарушил правила если у меня бросок то конечно или от атакующая пара с мячом то конечно за трехсекундами я не отвечаю то есть все трое в тройной механике прописано те кто чьи ответственность находится игрок нарушивший он принимает решение защиты или отмена попадания в конце четверти иметь четкое мнение четкое мнение считать мяч не считать не видел не видел это тоже мнение судить защиту один на один когда происходит вашей зоне ответственности и смотрите очень хороший термин sdf позволять всем игровым ситуациям начаться старт развиваться develop и завершаться финиш если вы видите начало развития и конец вы имеете всю картину историю контакта фиксация фолов задержать при фиксации фолов задержать позицию на несколько секунд на секунду для контроля любых не спортивных или ответных действий игроков которые совершили полы находиться с нападающим когда мяч выпущен при броске для качания процесса броска приземления s vp что это значит stay with the play оставаться с игровым моментом занимать позицию до лучшего контроля за игру при броске занять правильную позицию и фокусировать внимание на локте и запястье при контактах защитником защитник не должен ходить цилиндр нападающим защитник не должен ходить цилиндр нападающим помните этот protect the shooter защита бросающего игрока все позиции взаимопомощь всегда должна каждый судья должен иметь оказать помощь что такое персональная ответственность ответственность скажет члены команды судейской за конечный результат контроль замены тайм-аутов ситуации мертвого мяча игра остановилась все трое судей должны знать где находятся 10 игроков все трое судей даже я показываю мяч я знаю что мой партнер смотрит за 10 игроками мы меняемся делаем ротацию мы не оставляем ни на секунду игроков кто-то из троих судей должен контролировать если я не уверен партнере контролирую сам когда судья видит номер игрока на спине нападающего как на спине это не лучшая позиция бутерброд необходимо смещаться ну мы говорим кросс степ или там степки знать количество командных фаллов не фиксировать незначительные контакты особенно когда канал команда имеет 4 или более командных фаллов это не лучшее время для чистки игры четыре персональных пола и мы свести марджинал коллс и там какой-то чип коллс дешевые фаллы и там это не лучшее время для чистки игры интересные интересная система я не говорю чтобы вы это применяли но вы ошибки это по поняли мяч тело и тело мяч если я выбил мяч у своего оппонента а потом был контакт с телом это не значит что контакт неправильно но если я вытолкнул тело своего оппонента а потом отбил мяч это full потому что я не дал оппоненту этот мяч получить пусть я им у меня контакт был первый скорее всего это фолл в первом случае мяч а потом тело на усмотрение судьи потому что мы не ставим никого не выгну отбили мяч потом контактируем если контакт очевиден если мы на фиксируем фолл но вот это как бы методика судейства как один из аспектов это не правило к принятию это оценки критериев оценки игровых ситуаций понимать игру в ограниченной зоне свистки должны быть последовательны смотреть эпизод от начала до конца определять опорную ногу на попадающего с мячом смотрите какая технология нападающий получает мяч моей зоне ответственности ноги опорная защита ноги опорная защита контролировать заслон и теперь мы берем повторичными зоне посмотрите выделил ее в темном цвете чтобы вы понимали что вторичная зона это не первичная это не обид не то что вы обязаны контролировать в первую очередь концентрация осознавать игровую ситуацию может что лучше понимают ее чем вы терпеть со свистком не лезть со свистком ненужным при судействе один на один предвидеть события контакт фолл пробежка в самом последнем случае мы должны отрезать всегда есть виновник столкновения или нарушения фейк мы рассматриваем в последнюю очередь работа в своей зоне ответственности минимум свистков во вторичную если таких свистков будет меньше меньше будет ошибок и неточностей и соответственно наоборот больше таких свистков будет будет больше вопрос подбор мяча мы с меняет игру необходимо понимать стиль игры команды исключать случайные контакты посмотреть эпизод в развитии дайте эпизоду начаться развиться и закончится первые и последние свистки должны быть высокого качества судьи судьи имеют кредит доверия на игру и не точными действиями он понижается перед игрой никто из тренеров вас не оскорбляет они желают вам удачи где-то лукавят улыбаются но нашими не точными непоследовательными первую очередь решениями кредит нашего доверия понижается лице пятые фалы и фалы центровых игроков пятые фалы игроков должны быть высокого качества ну и теперь даже судьи умеют улыбаться посмотрите судью на лицевой линии левая рука пальчик понятно потому что сигналы мы понимаем окей посмотрим клипы смотреть не будем посмотрим хорошая коммуникация у сергея саныча было вчера день рождения мы присоединяемся поздравляем посмотрите тоже коммуникация алексей чуть сергей михайлов нашего комиссара лена розина наш судья одна из таких ведущих судей и судил олимпийские игры эти улыбка открытый взгляд уже наш комиссар один из лучших российских судей александр горшков вот уже наши комиссары рафаэль гониев и вася галкин сергей буланов и санка на синич горшков управление процессом игры наш один из старейшины михаил петрович григорьев который многом нас учил тоже вместе с бюстом владимир щалина до два таких стопа сергей иначе фомин комиссар фиба соответственно сейчас объясняется с тренером тренера касаться не надо мяч в руке это ваша жизнь без мяча игру не начнут вот взял мяч и могу проговорить на этом у меня эта презентация закончилась какие-нибудь вопросы коллеги давайте если есть